Да, мы пришли на рестлинд И в основном Иди, б**ть, разбери Терпила какие Paint Ты гнешь свои железяки Но одну вещь ты точно не сможешь погнуть Че, работаем? Работаем. Видел у Миши Маваша, короче, видео вон везде. Он там типа рассказывает про силовой трюк. Короче, всем здорова. Наконец-то мы нашли себе дело под стать. То есть мы нашли наших соратников, союзников, идеологических братьев, которые тоже делают все понарошку, не по-настоящему. То есть, подобно тому, как у нас пустые гири, резиновые женщины, мы также нашли, короче, ребят, которые изображают бой. Да, мы пришли на рестлинг, короче. Сегодня мы будем делать вид, что мы боремся, всякие театральные, показушные представления. На самом деле, я приблизительное поверхностное понимание имею. Тут, короче, все не так однозначно, все не так просто. И сегодня мы будем, короче, познавать азы, так скажем, рестлинга. Меня особенно интересует, шаришь, что у рестлингеров есть праведный вандализм тоже, да? Да ладно. Они ебут друг друга стулья, столы, и, короче, я подумал, что это вообще наш движ, да? Как думаешь, будут в комментариях писать? Блядь, да у них столы не настоящие, я такой по пьяни за лупой задел, когда сайд шел в три ночи, он рассыпался. Слушай, мне кажется, тут будет все не так просто. И тут будет видно, как бы, что все настоящее. Я сегодня не один, я сегодня с мастером спорта, чемпионом мира, обладателем межконтинентального пояса по веганскому рестлингу. Сой в джиу-джитсу в эфире, ребят. Да, то есть это сегодня оплот и надежда сегодняшнего моего вообще посещения данного места, потому что там есть один, кстати. Рано или поздно всем придется скопытиться. Два лайка, и Владос с ним выйдет раз на раз. Как бы сказал Фоменко, ой-йо-йошенький, йо-йо. Он ударил его прямо по яйцу. Вы можете увидеть, что у нас сегодня командная заруба. То есть мы нарочито... Слабачи старой школы. Нарочито подготовить. И силачи. Слоевый, и силач. Сейчас мы узнаем легкие нюансы рестлинга, посмотрим, как они разминаются. Попросим изучить какой-нибудь эффектный прием. Кошимся друг об друга, короче, предметами, устроим правильный вандализм. Мы потом попробуем Владос вынести Антуана, короче. Собственно, полдела сделано, мы эффектно появились. Соответственно, мы сегодня покажем наших сенсеев. Я не знаю, как в рестлинге это называется. Старший по рестлингу, дежурный по рестлингу. Я не знаю, короче. Владимир Кулаков и Антон. Антон Дерябин. Очень так, мне кажется. Мне кажется, еще подходит. Очень обидно стало. Антон Дерябин меня зовут. Это тренировочная база независимой федерации рестлинга. Независимая федерация рестлинга является самой первой федерацией по профессиональному рестлингу в России и открыта она с 2002 года. Как рестлеры разминаются? Два кувырка. Ты должен ровно сделать два кувырка и встать туда с плейбом. Смотрите, единственный момент. Так, вот это посложнее. Делайте назад. Ноги. Обязательно, иначе у тебя не получится два ролла дотуда. Слушайте, мужики, вот я, короче, посматриваю. Бывает, что у вас там даже, типа, кровавая, какой-то месима, типа, идут там шрамы. Расскажите чуть-чуть про эту тему. Впускать кровь ты просишь больше денег. Но это нужно же промоутеру, чтобы привлечь зрителей, да? Есть несколько способов впустить кровь. Рассечь голову человеку, либо ударить его чем-то, либо рукой рассечь. Мы используем вот такие предметы. Фейк. Пу, поголовей. Фейковая кровь в рестлинге никогда не используется. Кровь настоящая, и все шрамы на моей башке тоже настоящие. Это все от рестлинга. Тип рестлинга, это называется ультраваленс. И колючая проволока, и лампы, и что там, и бензопилу тоже обоживут. У нас же будут, ребята. Они нам задают вопросы, что делаете? Соответственно, вам они, наверное, в два раза больше их задают. Здесь все очень просто. У вас есть смешанное единоборство, да? Где люди выясняют, кто сильней. Но на самом деле, вся эта модель, она взята с рестлинга. Безусловно, с рестлинга. Мы те же спортсмены и атлеты, которые делаем это только посредством немного иного. В настоящей драке ты не полезешь на угол прыгать на чувака, да? Хотя всякое может быть. Но при этом, при всем, когда вы смотрите фильмы Marvel и прочее, вы никогда не задаетесь вопросом, есть ли они или нет. Мы настоящие живые супергерои комиксов, как угодно нас назови. То, что мы получаем, мы действительно получаем. В этом-то и есть фишка. Эти типы, они пошли дальше. То есть, вот мы же все смотрели Титанов Реслинг на ТНТ. Прыгали с дивана на братьев, на сестер. Вот эти пацаны просто кто-то это уже делал, а мы делаем это до сих пор. Они готовы, просто заряжены на Реслинг. Давай. Падение, падение. Ты что, больной? Смотри, он маленький, бля. Это разъем! Два лайка, иди, блядь, разберечься. Это ты все видел? Это типа, когда этот, младший брат не успокаивается. А тебе больно? Да. Серьезно прям? Да, это больно. Не каскадеры? Ну, не каскадеры. Каскадер? Нет, я не люблю боль. Меня личный раз так не заставишь делать. Главный вопрос, про самый провокационный. Заранее победа известна? Для нас известна, для вас нет. Нет, но наша задача сделать это так, чтобы вам не было это заметно. Это лукаешь, потому что зачастую может пойти что-то не так. Да, вообще легко. Стало плохо человеку, и нужно менять концовку боя. Мы можем зарубиться командно с вами. Я думаю, если... Лейпки. Лейпки. О! Кстати, что это чоп? Лен, лайкосов наставьте, лайкосов наставьте, обязательно. Лайкосов наставьте, и что вы скажете о чоп-контесте? Кто больше выдержит чоп? Это то, что я уверен. Ну-ка, давай. Точно? Нет. Сильно. Ну такое, да. Нормально? Такой прям аж в ушах сленит. Давай... Боди-слэм, может, это научим делать. Давай, давай первый раз сделаем, покажем. О, блядь! Лежно же, и вот так. Да мы так, как в метро ехали. Я на машине приехал. Смотри, здесь обязательно есть техника, но вам ее объяснять это очень долго. Поэтому бери ее. Брайслен Гайвэ это не принято. Смотрите, что я вас... Врача. Санчасть. На самом деле, вот... Рестлинг выглядит немного честнее, чем бой Дацика против Тайцы. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Вот он... Руку, руку вот эту переходи. Да. Стоп. Я не готов. Я не готов. Просто будешь так. Да? Сострахуешь его шею. Бля, мне кажется, так она сломается. А, я понял, да-да. Я просто по-другому... Робу и... Зобу поднимаю. Поднимай, гонки. Да-да-да. Давай-давай. Это пи***ь страшно, когда ты наверху, я честно скажу. Иди сюда, давай прочувствуешь. Да не парься. Не парься, не парься. Иди сюда. Все мои волки делают... Да не-не, нормально. Если победят, ты мне пятюню отбей, я бы скачал. Но пока я здесь. Народное средство, короче, от головной... Не, это не пацаны, я просто метеозависим. Берете, сдавливаете голову. Метеозависим, ты серьезно? Да, и немножко отпускает. Прижимай голову. И на счет три. Раз, два, три. Падай. О! Не-не-не, Витя, испугался. Смотри, держи поясицу. Прижал подбородок. И выдыхай, обязательно выдыхай. Не выдохся, не смогут легкие лопать. А кто под вами, соседи? Терпилы какие-то. Там типы, короче, эти, часы ремонтируют. Понял? Пытайся, типа, ударить. Прям... Смотри. Чего ты боишься? Делай прям амплитуду. Прям, у тебя рука должна... Смотри. Понишу. У нас есть упражнение, когда человек часа три делает. Даааа, вообще ты еб***ь. Не отпускай. Ты приростной, рестлер. Короче, тут немножко хитрый ринг, да? Он чуть-чуть помогает. Конечно. В середине, я тебе специально в середине. Это тренировочный ринг. Это тренировочный ринг. Это не так, что, типа, вот, тебя погладили. Нет, как бы, это пи***ли. То есть, они... Так. Мы должны контролировать свое тело. И даже вот в таких моментах... Я контролировал, но я не взял его больше. Просто глаза, блин. А были ли на рингах какие-нибудь фатальные случаи такие? Много смертей вообще? В России нет. В России очень много травм было. Люди даже завершали карьеры. Ломались шеи, ломались ноги. И после этого люди даже не возвращались. В иностранном рестлинге, в американском, в мексиканском. Даже бывали там... Ну, прям на ринге умирали. Слушай, ну, такой борец, как Рэй Мистерио, провел человеку дропкик в спину. Он у него сломал шею, он приземлился уже на канадах. Да, он уже на канадах, и он был мертв. У рестлеров нету межсезонья, да? Если войти UFC проводит 3-4 матча в год, то рестлеры проводят 200 матчей, 250 матчей в год. Можно 2 матча в день провести. Это тело-то твое физически реально избито, понимаешь? То есть я восстанавливаешься от него как от избиений. Самое большое количество за самое малое время, которое я проводил, это 5 матчей за 3 дня. И самый главный вопрос. Бабки есть? Есть. Ну, типа, нормально плакать? Да. За рубежом, да, на жизнь хватает. Нет, нет, вот здесь тебе... Хватает. Умения в рестлинге помогают, в драке? Безусловно, конечно. А были драки? Да, я ненавижу драться, не люблю вообще. Но за это деньги уже не платят. У вас же другое восприятие болевых ощущений, в принципе? Безусловно, конечно. Я могу намного больше выдержать, чем обычный человек. Ну, потому что у нас работа на годами, ты уже привыкаешь к падениям, ты тоже привыкаешь, да? Первые разы, в любом случае у тебя будет голова болеть, микросотрясы, а сейчас уже как бы на тебя там встать и такой... О, норм! И еще забывают про промо. Перед каждым матчем, после каждого матча, даже в каком-то состоянии не был, ты должен взять микрофон и, например, сказать... Слушай, Виктор Блуд, ты гнешь свои железяки, но одну вещь ты точно не сможешь погнуть. Это мой х**. Что ты сказал, берсерк? Ты сказал, р**й, п**ть можно только тебя, понял? Ну, примерно такое. Как вообще? О, пацаны, чё по силовым? 215 рекордный жим, 230 рекордный присед, становая 200 на 6, точка. Это ж помогает все равно. Есть? КОНЕШНО! Ты прикинь, это х**ня не захочется идти, б**ть, в угол. Чё мне с ним делать? Тварь, 130 килограмм весит. У меня позорное, 130 килограмм на один раз. Жим, да? Становая присед. Становая я максимально делал 180 на 8 раз. Ты готов. Нет, подожди. Как это происходит? Да, давай хотя бы, ну, впурс дела у нас. Да, на окружении еще и напрягете и все. Ну, б**ть, я просто беру и бью, б**ть. Чуть-чуть. Чуть-чуть? Ну да. Ну, давай еще. Давай еще. Вас бьют стулом по голове, чуваки. Похоже на то, как будто вас бьют стулом по голове. Да, б**ть, давайте по спине. Да, безопасно. Мне кажется, даже как бы это... Давай, ну тут будет очень жёстко. Раз, два, три. Лучше готов? Выгни, выгни спину, выгни. Нет-нет-нет, выгни. Ебать. Это было прикольно. В один момент, когда, когда затрещало, я подумал... У тебя изменился. Подарок тебе. Сэхи варимать, блядь. Нет, когда ударился, я подумал, походу не х**, а такой звон в ушах. Нет-нет, нормально, нормально. Разница между русскими стулями и американскими, то что американский стул весит 12 килограмм. А не железный. Настоящий железный, ты мог как наверняка трогать нашу... Мы, к сожалению, его нигде не можем купить. Да, в России еще нету, поэтому приходится вот это говно использовать. Но это тебе один удар. Представь, вот таких, ну где-то... Не хочется. В общем, сейчас будет у нас этот праведный вандализм по-рестлерски. Обменяй ёбнут стулом. Ай, блядь. Как-то нас понесли, зари lizard цветами и глаза в плак... Мяу, блядь. Не, это нормально, в это можно играть. Что самое жесткое ломали от тебя? Слушай, я бы его ломал плазму. Плазму телик взял ему. Головой меня *** — он говорил, а потом сверху *** 넘ал. вот вот чтобы вы понимали вот даже на канат немножко ебаться больно то есть даже даже канат причиняет как вот такое физическое воздействие один рестлер сломал шею и закончил карьеру из-за того чтобы летел неправильно в канат то есть тут как бы ну тут вроде бы да но в принципе одно падение и все может закончиться как трюк называть это дропкик давай удар удар двумя ногами можно все можно в грудь читать его читать а я пока какой-то выглядело сейчас как-то странно посмотри ты мне других правил да все хорошо будет вообще доверь мне братан все будет нормально просто был и очень странно я как у гуся тик токер себе принимали я не тик токер будешь я только в клапаусе зарегался мне нельзя смотри смотри вот за ту ногу нет это убери убери вот ложись еще раз еще вот так вот а я укатываю с позором к метро так я двумя ногами прыгну это мой финиш типа мой корону а есть приемы жестче я блять Вначале, я тебе, конечно, блядь. Серьезно, да? Да. Нет, давай, давай. Не хочу! Отстань, блядь! Не хочу, блядь! КААААААА! Какой был самый такой курьезный случай, вот такой, ну неприятный? Из разряда, там, впустить шепту на подливу, там что-нибудь было такое? Вот прям такое. У тебя было бы такое? Нет, один раз вот этот спот, когда он меня кидал через стол, у нас был прием. За рингом хип-тос, я падаю на пол, там, это было вне ринга, там был просто кайфинг. И, блядь, удар был настолько сильный, я просто с него травмировал спину, себе грыжу получил. Чтобы у меня было ощущение, что я обосрался, я лежал вот так вот, и я полез внутрь, смотреть, нет ли там говна. Потому что реально, блядь, было ощущение, что я обосрался. Я могу, знаете, что сказать? Вот все, кто вот, я видел под матчами рестлинга и любительского и профессионального, огромное количество комментариев, что все это хуйня и так далее. Блядь, просто потусуйте с ними в ринге, серьезно говорю. Вот мы сегодня потусовались, у меня не было предвзятого отношения к рестлингу, но сегодня я убедился, что это жестко еще больше. То есть, как бы, это вообще ни хера не шуточно, поэтому, ну, просто придите, ну, я думаю, вы же как бы, ну, расходный материал приветствуете на тренировку? Ну, это свежая кровь. Просто попробуйте, когда Антуан 130 килограмм, сколько? 140. 140 килограмм, жопа просто летит на вас, короче, или там... Он такой говорит, доверься мне, я тебя сейчас ебну в ринг, то есть, ну, это прямо интересно. А, у меня также есть канал, на который постоянно заскакивает ВИТЯ, и мы мучаем разный движ. Сейчас мы делаем это ради вас, поэтому переходите. Я не скажу, что это больно, это неприятно максимально, но всегда страшнее это выглядит, нежели вот происходит для того, что... Пацаны профессионалы. Я могу сказать, что я сегодня отыграл не в полной мере, потому что болела голова, да, я моргаю два раза, если что. Вот, я метеозависимый человек, поэтому не удалось у него попрыгать, попадать, но это повод для того, чтобы прийти сюда во второй раз. Уже как бы, да, с четким пониманием того, что тут происходит, принести некоторого рода инвентаря, попробовать новые приемчики и все в этом духе. Наваливайте наебки, чтобы вы сделали вторую часть. Леха, спасибо тебе большое. Много наебков прям. Спасибо тебе. Если давай определим цифру наебков, если норм, то мы зарубимся с ним. Два наебка и Владос выходит с Антонио. Да, да. Лакосиков обязательно. Мы же выйдем, да, с ним? Давай! Давай! Сука, разъебку, блядь. No, 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 no. No camera, no camera. Расход так расход. Ребята, спасибо, что пригласили. Спасибо вам, что пришли. Да, спасибо огромное. Ребята вообще стойкие, очень сильные. Молодцы. Мы, на самом деле, сами не ожидали, что они выдержатся. Многие такие сразу же, о, не-не-не-не, стул, вы что, нет, мы убежим, все, не надо. А ребята прям просто... Люди поддаются страху и боятся, а мужики с яйцами, молодцы. Молодцы, все, никто не боялся. Да, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, дальше больше лайков. Рестлинг любите, обязательно. Смотрите нас, НФР. Вот. Смотрите ребят, они крутые. Ну что, да, блин? Подписывайтесь на Антона Серебина и Владимиру Кулакова.